мысли да не на природе если начнем говорить почему опять уйдем в какие-то дебри вопрос крайне философский и очень сложный разбираться в нем нужно не одну тысячу лет поэтому просто начнем сегодня у нас две темы и обе жопоподжигающие ну как на мой взгляд я не знаю как для вас но для меня это точно одна из них подожжет жопы большинству я в этом более чем уверен и одна по большей части только для тех кто занимается ютубом но об этом во второй части видео события в керчи ужасная просто не за не поддается объяснению я думаю что мы не имеем никакого права говорить что мы понимаем потому что мы нихуя не понимаем и только можем представить что испытывают люди которые попали в такую ситуацию кто пострадал а уж тем более семьи погибших я выражаю искренне искренне сочувствие это ужасно это ужасно но я не хочу выстраивать никаких теорий я не хочу говорить никаком политическом подтексте я не шерлок холмс я не ванга чтобы сидеть в четырех стенах как некоторые и выдвигать теории которые основаны исключительно много на догадках как мне кажется даже шерлоку холмс чтобы разгадать какое-то преступление нужно было находиться на месте этого преступления хотя бы чтобы говорить о чем-то поэтому выдвигать какого рода формулировки того что там могло произойти я естественно не буду я вроде бы пока еще не долбоеб я хотел бы поговорить о другой стороне этого вопроса а именно кто виноват и почему это стандартная история которую у нас любят продвигать после любого события того или иного и когда действующим лицом является объект определенный в данном случае студент из колледжа у нас резко придумывают историю почему он мог это сделать на чем основывается его агрессия почему он съехал с катушек и почему он решил этим заняться и прежде чем я скажу что меня вообще возмутило просто до глубины души тут у нас я увидел что оксимирона успели обвинить его последний трек или клип я не помню я не знаю я за рэпом не слежу и но тем не менее успели обвинить художественное какое-то произведение усмотрели там опять какие-то экстремистские штукенцы и теперь роскомнадзор проверяет его и возможно будет этот ролик удаленный я не смотрел я не знаю поэтому ничего не могу сказать но что-то не подсказывает что это притянуто за уши как обычно но что больше притянуто за уши что действительно зажгло во мне огонь который пронесся через весь мой организм и взорвал те самые места на которых я сижу эта информация о том что в этой ситуации ужасной которая прорисла в кирычи виновата дока-2 несуществующая естественная игра и давайте послушаем что это такое за дока-2 откуда она взялась и что за сюжет у игры что там можно делать почему она так воздействует на организм некоторых людей и творить с ними такие странные вещи которые впоследствии делают ужасные трагедии давайте посмотрим минутный по моему репортаж точнее вырезка из репортажа или интервью не знаю что это было с какого-то радиоэфира дока-3 дока-3 что такое есть такая игра дока-2 что такое дока-2 она разрешена в россии от 18 лет и старше хотя видно что он в эту игру играл да от 18 лет старше но видно что он эту игру играл в 13 14 15 и унес многие дети ее играют а что это игра эта игра где ты убиваешь зомби или ты сам есть зомби где-то убиваешь самыми изощренными способами людей то есть там можно придумать свою определенную местность то есть можно придумать ту же школу также ее взорвать убить но там более изощренная ситуация то есть там не изготавливаешь бомбу третье дается различное оружие ты можешь трейд делать почему называется дока-трейд там идет трейд различными оружиями убийства уничтожения людей там можно к примеру как вытаскивать там специальное оружие как вытаскивать кишки в течение 10 минут то есть это вот длится 10 минут как выход затягивать ну и вообще в шоке что такое есть я не знала ведущий говорит в конце я даже не знала что такое может быть и правильно не знала потому что такого быть в принципе не может во первых дока-2 что это блять нахуй за хуйня какая в пизду дока-2 дока-2 трейд что это блять о чем это вообще нахуй ты че ебнутый блять где ты эту хуйню увидал что кто тебе сказал об этом что очевидно что человек абсолютно не секущий абсолютно не знающий о чем речь которому сказали нужно что-то срочно придумать придумать что-то ужасное чтобы люди которые слушают радио я так полагаю это люди взрослые которые совершенно не секут в мире игр большинство этих людей не сечет в мире игр там особенно каких-нибудь непонятных провинциях где естественно не до этого скажем прямо люди вообще не занимаются этими вопросами и естественно естественно не в курсе чем занимаются их дети и надо нагнать жути как можно больше и поэтому 10 минут наматывать кишки это как мне кажется на оружие какое-то как мне кажется это идеальная идеальный пример для того чтобы нагнать жути дока-2 зомби зомби убивающие людей изощренными способами можно моделировать ситуации создавать школы которые например можно взрывать серьезно да то есть такие игры существуют ни хуя себе покажите пожалуйста я как человек который занимается и стримингом в некоторые свои свободные минуты чего-то блять таких игр не встречал даже папка который чем-то напоминает это описание даже там нет и не будет никогда ни в одной блять игре даже в самых жестоких играх manhunt например которые запретили для стриминга запретили для стриминга то есть люди понимают прекрасно что некоторые игры все-таки стримить не стоит даже там нет такой хуйни которую он перечисляет и вообще студенты этого признали психически больным но вот я бы еще бы обратил внимание на этого молодого человека и не знаю молодой он не молодой что он несет откуда такая фантазия это он сам придумал это сам он это выдумал или ему написали просто если сам то тоже стоит проверить на психическое здоровье потому что это какая-то нездоровая хуйня где он вообще увидал такую хуйню я единственный раз видел наматывающие кишки наматывающиеся кишки в фильме клетка с дженнифер лопе святой это был сон ужас это был такой скажем так проявление ужасов во сне где был маньяк который во сне творил всякую хуйню с воображением это единственный фильм где я помню такую хуйню ну окей ладно хорошо какая-нибудь пила еще но там тоже это обусловлено некоторыми событиями в фильме есть огромная предыстория до таких вот вещей как и любые фильмы там про маньяков убийц и так далее есть какая-то предыстория почему они стали такими и так далее здесь у нас приводит в пример доку 2 несуществующую блять игру кто не знает есть такая игра дота 2 это моба игра где пять на пять люди сражаются против друг друга применяя различные способности в основном магию ну естественно там есть и войны и так далее это игра которая вообще не подразумевает собой держание оружия как и любой шутер на компьютере он не учит тебя практически стрелять во-первых стрельба абсолютно отличается от реальной ты никогда в жизни не поймешь как правильно держать оружие оно отличается от реального очень даже сильно в большинстве игр и держа мышку и клавиатуру вот насколько я это понимаю ты ни в коем случае не будешь профессиональным убийцей ну как мне кажется стоит наверное обращать внимание больше на тех ну если уж говорим про такие дебильные вещи как а почему вдруг блять стоит наверное обращать внимание на тех кто ходит в профессиональные секции по стрельбе да потому что они-то умеют обращаться с оружием и вот если у них крышку сорвет так будет логичнее что они смогут там что-то сделать с этим оружием нежели к тем кто играет в игрушки вы серьезно блять в истории кстати достаточно случаев когда людей каким-то образом как бы из-за чего-то вот они это сделали был такой фильм с Робертом Де Ниро таксист из-за него там тоже какой-то в Америке школьник пошел или не школьник а студент пошел на дело делов в каком-то своем учебном заведении но давайте будем честны а что его к этому привело исключительно фильм то есть он всю свою жизнь вот я например да всю свою жизнь был более-менее адекватен не было никаких серьезных ситуаций чтобы могли как-то подкосить мое психическое здоровье и вдруг я смотрю фильм и меня нахуй его переключает я просто пизданулся сразу моментально но это же не так происходит огромное количество событий до ситуации до различного рода стрессов и так далее из-за которых человек накапливает в себе огромную кучу вопросов комплексов и всего остального и потом может быть естественно такое вполне вероятно когда он уже не психически здоров когда он уже ну реально психованный ну то есть посмотреть как они себя ведут в повседневной жизни понятно что до этого они были вообще неадекватны все ясно и конечно последней каплей может стать какое-то любое произведение будь то клип песня книга блять фильм что угодно но это не является причиной это является скажем так последним звоночком блять что все да блять я готов нахуй но никак не не тем из-за чего это произошло а у нас все время блять все время сколько я себя помню что у нас виновата всегда интернет игры блять блогеры эти ваши ебаные матерятся блять в интернете поглядите блять я нахуй с работы прихожу с завода блять беру бутылку пива сажусь пью бью своего ребенка блять по жопу под жопник блять ему говорю иди нахуй делай уроки или просто иди нахуй и виноват конечно же блять этот ебучий оксимирон блять или это ебаная ваша дока два трейд блять чё там наматывать кишки можно десять минут вы чё там пизданулись вы чё пизданутые вы чё сука уроды ебаные блять а гондоны блять я там на своем заводе блять нахуй это ебать а вы тут мне это сука нахуй вы чё блять моего ребенка портите блять а он у меня вон там клей нюхает блять за гаражами блять нормально все у него хорошо блять развивается блять а вы ему тут блять своем интернете в этом поганом блять вы чё сука пизданулись а гондоны блять идите нахуй нахуй отключу блять всё к ёбаной матери ваши эти интернеты обама блять вот такие я же матери я же батери слушают эти эфиры слушают эти передачи замечательные да где рассказывают о том как оно все устроено на самом деле и получается что у нас виноваты все кроме всех вот такая история все кто делают что-то виноваты а все кто ничего не делает не виноваты как мне кажется в первую очередь нужно обращать я это говорил и буду говорить всегда на воспитание в первую очередь это точно про ситуацию в стране это уж другой вопрос совершенно который гораздо более глубокий но воспитание это ж первоочередная вещь которая формирует личность сколько вы не говорите сколько вы не обсуждаете сколько вы не уверяете и не спорите со мной что блять люди там такие такие воспитания вот если в семье у человека все более-менее нормально если за ним пытаются скажем так следить если с ним находит общий язык если к нему прислушиваются если с ним в чем-то разбираются приводят примеры показывают правильные неправильные примеры объясняя что это примеры неправильные ну наверное у человека будет появляться какое-то представление о добре и зле пускай это субъективное значение в мире да потому что лев он красивый классный но в то же время ужасно злой когда раздирают жертву потому что в жизни не существует как такого понятия как добро и зло есть просто действие а мы уже мы придаем значение в нашей парадигме сознания хуя себе завернул ну вы поняли о чем я но какие-то человеческие представления о морали и нравственности если человеку их постоянно преподносит и объясняют у него будут а если он сам себе предоставлен в большинстве случаев если он связывается с хуёвой компанией и родитель никак за этим не следит если он постоянно естественно сидя в интернете неважно где будет смотреть то что не стоит смотреть или ему не объясняют что это хуйня какая-то и совершенно ненужная трата времени на это вот то что он делает то конечно потом будет происходить все что угодно все эти синие киты и прочее дерьмо потому что ребенок предоставлен сам себе он не понимает что это плохо он не понимает что это не то что должно мотивировать его к определенным действиям и каким самое главное действие и уж тем более игры вы блять серьезно ведь игр есть огромное количество различных на различную тематику от военных до всяких различных угарных и странных и так далее что вы не хотите сказать что если я буду играть в спайдермена я пойду и прыгну с крыши что ли потому что мне захочется полетать по-моему это вы пизданолись вот честное слово есть у меня такое подозрение ну и вторая тема которая поджигает пердак по большей части мне давайте сделаем небольшой дисклеймер сразу скажем так пометим определенные моменты которые стоит понимать есть люди которые в комментариях мне пишут всякую хуйню да есть люди которые мне пишут чтобы я не обращал внимание на эти комментарии так вот и вы и те идите нахуй это я вам это писать мне и объяснять мне и говорить мне и так далее я все в курсе у меня есть мозги я все понимаю окей хочу отвечаю хочу нет блять это мое право идите в пизду ладно ладно договорились второе те кто пишет что ты хуесос ебаный где бедрум идите нахуй прямо сейчас можете отписываться я вас не заставлял подписываться в первую очередь во вторую очередь вы мне блять никто я вам ничего не должен у вас нет никакого контракта со мной вы мне ничего не платите идите нахуй просто нахуй просто вот прям нахуй мне похуй зачем вы подписывались на что вы подписывались это блять ваше право подписываться или не подписываться если вы рады были смотреть бедрум я рад за вас но как только он перестал выходить или я начал делать что-то другое и у вас тут же загорелось в очке это тоже не мои проблемы идите в пизду это мой канал я туда выкладываю то что я хочу поэтому съебывайтесь нахуй мне вообще до пизды что вы там думаете и третье я прекрасно понимаю что вы знаете прекрасно все про мою жизнь и не только про мое вообще про всех и единственное что я могу делать когда я не укладываю видосы это лениться это как бы да факт я много про это рофлю постоянно об этом говорю но серьезно то есть типа вы реально уверены что кроме того чтобы нихуя не делать я больше ничем не занимаюсь вы на полном среде эту хуйню как бы в своей башке вертите да что вот реально нихуя вот вы тоже можете идти нахуй прям прям прямым блять шагом вообще таким бодрым нахуй можете бежать прям вас тоже тут нахуй никто не держит честное слово есть определенные причины по которым люди считающие себя творческими я не могу себя называть творческим человеком потому что я не был творческий я или нет но я считаю что я творческий не могут в определенные моменты делать и штамповать видосы я уже об этом много раз говорил если вы не в состоянии это осознать и понять это тоже не мои проблемы все очень просто сваливайте просто не тратьте свое время даже на написание комментарий не надо это лишь в очередной раз испортит вам настроение возможно мне если я случайно его увижу потому что я не сижу блять два часика на 7 и не мониторить ебаный комментарий именно поэтому когда я натыкаюсь на самый ебанутый мне хочется ответить именно поэтому вот ну вроде как бы все разъяснил да и насчет там нытьяйс тут напишет в принципе да я могу и поныть мне похоже почему нет в чем проблема у тебя тоже какие-то проблемы с этим все теперь непосредственно к теме тема youtube youtube душит почему я так ее назвал потому что меня не было два месяца ну два месяца не укладывал в в смысле видоса и до этого у меня был достаточно редкий редкое напоминание о себе и тут я вернулся ворвался с 40 минутным блогом из гонконга я понимаю прекрасно осознаю отдаю себе отчет в том что это не мой формат я прекрасно отдаю себе отчет в том что типа меня не за это естественно любит и так далее но мне было интересно мне было круто побывать в гонконге мне было интересно показать это потому что ну а почему нет то господи почему нет вполне себе интересное путешествие место другое азия как никак и так далее поэтому я сделал это в это было вложено много сил и так далее и так далее и тому подобное чтобы вы понимали только лишь материалов было на 150 гигабайт которые нужно было еще смонтировать обработать озвучить и так далее опять же еще раз говорю я осознаю я отдаю отчет в том что скорее всего этот видос бы как бы не был таким вот там типа вау бля боже мой там миллионы просмотров и так далее я как бы прекрасно это понимаю а затем я решил думаю дай-ка я выложу ну посмотреть просто что у меня с каналом вообще действительно ли так оно или нет сделал типа вирусного видоса ну не то что вирусного но такие любят форсить вы же знаете сами и вот что какая странная ситуация этот видос не попал в тренды сейчас поясню я не стремлюсь попадать в тренды или еще что то ну вот давайте посмотрим какая ситуация в день когда я выложил этот видос примерно через часов 8 там а то и меньше у него уже было около 45 тысяч лайков 160 тысяч просмотров 2,5 тысячи комментариев если в таком духе и он так и не попал в тренды он так и не попал но вот что в этот день и вот то что сейчас можно глянуть в трендах находится что находится в трендах при каком количестве просмотров при каком количестве лайков ну короче в общем при какой активности вот сейчас это будет на экране вы можете с этим ознакомиться посмотреть замечательные цифры сердца за любовь интервью с любовью аксёновой которой я ничего естественно против нее не имею как и против редактора дудя но статистика говорит о том что о том что хуй знает что происходит youtube как будто бы намеренно просто глушит блять то что я делаю и да я согласен если действительно я перестал он может быть актуален и интересен не вопрос я просто съебусь ютуба это не проблема для меня но когда мне пишут и часто очень мне пишут о том что от ютуба не приходит уведомление люди подписаны на меня и нажавшие этот ебучий колокол ничего не получают у меня вопрос а что дальше дальше что ты должен подписаться тебе уведомление не приходит тебе создают колокол ты нажимаешь на него тебе уведомление не приходит ты подписан еще на рассылку но тебе на почту тоже ничего не приходит следующее что голубь нахуй будет прилетать с письмом и говорить о том что может быть там зайди посмотри может что-то пришло охуенно даже мои менеджеры из партнерской программы удивились почему последний видос не попал в тренды потому что по всем абсолютно параметрам и по всем абсолютно активностям он должен был там быть в течение первых пяти часов точно он так и не попал то есть как бы все нормально поэтому у меня есть два варианта сегодня я выкладываю собственно эти мюсли сегодня же записываю сегодня их выкладываю если они также точно не попадают в тренды это уже звоночек и следующим когда выйдет бедрум если он не соберет хотя бы половину того что он собирал обычно хотя бы половину то то тогда наверное ребят все это не просто какие-то слова это не просто какая-то там идея странно да на эмоциях я это делаю мне просто не непонятно нахуя делать что либо если нет отдачи вы не поймите меня неправильно я не за просмотрами гонюсь это вообще не то просто как объяснить то блять когда ты даешь людям что-то они хотят это посмотреть но не могут потому что им даже блять не оповещает их об этом еще раз говорю если я потерял актуальность и никому нахуя не нужен тогда все логично вообще нахуя не о чем расстраиваться просто съебываюсь нахуя все занимаюсь там своим твичом да у кого у многих из этого подгорает очко там типа я нихуя не делаю сижу да известно что стриминг это очень простая хуйня удерживать аудиторию минимум в пять тысяч человек это вообще легко это просто вообще хуйня там просто сидишь ебло свое поставил что-то говоришь вообще любой вот прямо сейчас все кто смотрит может зайти на твич у вас сразу просто под десять тысяч человек аудитория легко известный факт вот поэтому я пойду заниматься этой легкой хуйней да тихонечко сидеть на донатах и не париться только поэтому я это и делаю естественно вот потому что ну я не вижу смысла реально я хочу делать что-то интересное для меня вот например блог из гонконга реально очень годный видос я реально мне самому понравился я смотрел его с удовольствием 40 минут отличного просто ну как мне кажется да не был у нас там профессионального оператора но благо что милан вызвался поснимать меня третьего лица а то бы так бы вообще не было таких кадров за это большое спасибо да не все снято хорошо можно было снять гораздо лучше но что поделать так вот такие обстоятельства так бы вообще было бы только от первого лица поэтому ну что тут говорить видимо у всего есть свой конец что поделать у всего есть свой конец и я просто правда не вижу смысла если даже вот давайте будем честны мне кажется что зрители деградирует уже давно но просто давайте вот мои же записи со стримов которыми блять я не особо горжусь я просто как бы на стриме беру и смотрю видосы они укладываются даже не на мой канал большинство из них выкладывалось не на мой канал они собирают за неделю за две по семьсот восемьсот бывают некоторые по ляму просмотров я просто смотрю видосы то есть людям настолько лень смотреть самому эти видео что они заходят смотреть их с кем-то когда кто-то смотрит ну и какой смысл то если такой контент блять набирает огромное количество и просмотров и всего остального а что-то ну как мне кажется интересно как мне кажется могу ошибаться понятное дело даже блять люди не хотят на него зайти и посмотреть и это не дело не в том что блять в угоду блять просмотром нет это в угоду тратам энергетическим зачем мне тратить столько энергии чтобы нахуй никто это не смотрел или делать какую-то ебанутую хуйню типа тех же лайфхаков которые я обосрал в прошлом видосе или делать там какие-то странные челленджи которые ну блять просто поехавшие блять но так как люди любят всякое поехавшее говно они готовы это делать и так далее то есть для меня это просто загадка и я не хочу размениваться на какую-то хуйню в угоду исключительно просмотром в угоду исключительно хайпу и так далее я по-прежнему остаюсь на своей волне и хочу эту волну продвигать дальше если эта волна нахуй никому не усралась то и двигать я ее не хочу я не цунами блять мне просто до пизды вот честное слово не хотите да не надо но если это делает youtube то у меня вообще тогда в башке просто взрывается вообще все просто я не понимаю что ему надо я не понимаю как работают его ебаные алгоритмы я реально не в дупле сравнивая например те же самые выпуск сердца за любовь и свой ролик где у меня за это же время в пять а то и в десять нахуй а то и в двадцать раз больше активности и их ролик попадает в тренд а мой нет у меня вопросы у меня вопросы как робот если это робот конечно делает как он отбирает эти видосы знаете что мне ответила поддержка ютуба это заблуждение вы заблуждаетесь мне посоветовали чаще выкладывать ролики да вот такая вот ситуация ребята знаю что возможно звучит это не очень весело но я на самом деле не расстроен и у меня нет никакой депрессии блять никакой печали по этому поводу я к этому готов я к этому готов абсолютно точно если как сказать сервис платформа на которой я который я посвятил десять лет своей жизни так относится ко мне неважно то есть когда у меня все было хорошо все было хорошо а когда у меня были некоторые трудности с производством контента неважно по каким причинам меня сразу же нахуй послали в пизду типа нахуй его ротировать он неинтересен он не нужен слишком долго не выпускает видосы но если такое отношение он тычка мне относится в разы пизжи в разы хотя на нем гораздо меньше времени гораздо меньше времени постоянные какие-то плюхи постоянные какие-то предложения постоянно какая-то какой-то движ какая-то активность все что угодно постоянно отвечает прилетает постоянно от ютуба прилетает попробуйте укладывать видео почаще это все что прилетает от ютуба вот в общем очень приятно как говорится спасибо большую сервису, вот, посмотрим, не говорю, что это стопудово так, может быть, я ошибаюсь, может быть, просто действительно из-за большой паузы такие моменты, и дальше будет только лучше, потому что видео, естественно, как вы видите, я выкладываю больше, потому что у меня очко, блядь, подгорело, и мне хочется высказаться на эту тему, вот, поглядим, поглядим, но я почему-то думаю, что все так и будет, такие вот у меня предположения, если вы считаете по-другому, естественно, можете оставить свое мнение в комментариях, но я уже написал, точнее, нет, тьфу ты, блядь, я уже вначале сказал, какие комментарии меня вообще нахуй не интересуют, эти люди будут забанены моментально, и я вам советую сразу же просто съебываться с канала, отписываться и просто не засорять, не засорять своим количеством качества комментариев и так далее, серьезно, просто съебывайтесь нахуй, если вы хейтер, это гораздо лучше, чем если вы, блядь, ебаный лицемер, потому что я кучу народу вижу, которые сначала писали, блядь, бедрум это охуенно, а потом пишут, ах ты, пидор, ебаный, нихуя не выкладывает, причем даже в их, понимаете, в их вот этом, в этой ненависти, вот в этом жестком комментарии чувствуется любовь к контенту, понимаете, ведь они вот пишут хуйню, ну просто в такой форме, на самом деле они просят, чтобы я выложил видео. Так вот лицемером быть гораздо стремнее, чем хейтером, хейтер, он изначально тебя хейтит, блядь, и все на этом, он изначально пришел с одной позицией, а ты, блядь, свою позицию меняешь туда-сюда обратно, когда выходит то, что тебе нравится или не нравится, это отвратительно, фу, просто съебывайся нахуй, съебывайся и сиди там, смотри все, что хочешь, но только не это, блядь, потому что ты тут нахуй никому не усрался, м? Вот, и еще какой-то тип людей, а, да, тех, которые говорят, Макс, да все будет нормально, да не надо мне вашу поддержку, блядь, ну не надо, я и так все прекрасно понимаю, ну серьезно. Вы думаете, что я, что, блядь, мне три года, я там реву, блядь, когда я, вот я сейчас закончу запись и сяду реветь, что ли, блядь, да я все прекрасно понимаю, я все осознаю, я взрослый человек, у меня все нормально с этим. Не надо мне никакие слова поддержки, не надо мне объяснять, почему так устроено, блядь, в жизни, не надо мне объяснять, почему так получилось, блядь, не надо. Я в курсе, у меня голова работает, ладно? Спасибо, и я очень благодарен. Если у вас есть какие-то просто мнения на тему того, что происходит с Ютубом и так далее, пишите, но если вы хотите, блядь, написать мне о том, почему это происходит конкретно со мной, не утруждайте себя, все равно, блядь, не буду обращать на это внимания никакого, потому что заебало. Я уже на протяжении восьми лет читаю одну и ту же хуйню, под каждым выпуском можно найти комментарий, это лучший выпуск, и найти под этим же выпуском это самое хуевое дерьмо, которое я видел в своей жизни. Под каждым, блядь, видосом можно найти фу скатился и найти, блядь, Макс, а я в себе ошибался, ты охуенный чувак. Под каждым выпуском можно найти, что, блядь, я какой-то ебаный гондон и в то же время, что я лучший человек на планете Земля. Поэтому не утруждайте себя этой хуйней. Я перечитал огромное количество вариаций комментариев, и из года в год они не меняются. Просто разные люди их пишут. Вот и все. Все, ребята, на сегодня все. Вот такой вот выпуск получился. Всего вам хорошего. Не пукайте или пукайте, потому что не пукать вредно. Пока.